Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро из Иерусалима, из святого города Иерушалима. И мы продолжаем изучать Тору, Мишли, притчи царя Соломона, выполнять повелевающую заповедь. Бог повелел, чтобы мы учили Тору, как написано, мы говорим в Шмайс-Рейль два раза в день, «Вэдибар-табам!» И будешь ты говорить эти слова, Бог сказал, «Вэдибар-табам!» «Вавдай-ташамалакеха!» «Возлюби Господа Бога твоего!» «Ваколь-мавкха!» «Ваколь-мавшика!» «Ваколь-мавдеха!» «Ваю адворим аэли!» «Ашера-нимецавка айом!» Пусть будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем. Что значит на сердце твоем, в твоей голове? И повторяй, сидя дома, вот сейчас я сижу дома, и находясь в дороге, когда, если кто-то сейчас едет в дороге и смотрит или слушает по телефону, вы выполняете повелевающую заповедь произносить слова Торы, сидя дома и находясь в дороге. «Ложась и вставая!» Если кто-то только сейчас ложится спать, или просыпается, и учит Тору, это он повторяет слова эти «Ложась и вставая!» И очень интересно, что вот эти слова в Эдибарта «БАМ» и будешь произносить их. «БАМ» это вообще дословно «в них», то есть как-то непонятный такой речевой оборот. Но интересно, что «БАМ» это письменная Тора, начинается с буквы «Б» «Беришит Бара Элуким» «Вначале сотворил Бог» «Беришит Бара Элуким» А устная Тора начинается с буквы «Мэм» «Мэй Матай» «С какого времени?» «С какого времени?» «Мэй Матай» «Мэй Матай» «Когда в общем говорят?» «С какого времени произносят Шма Баравит» «Вечером» «С какого времени произносят Шма Истраэль вечером» Хорошо, друзья, все. Значит, а мы сегодня заканчиваем 25 главу. 25 глава – это такая прямо учебник психологии, можно сказать. Вся 25 глава – это конкретнейший учебник психологии, как надо жить в разных ситуациях, как надо действовать, как надо не действовать, как надо с друзьями общаться и так далее. Вот мы вчера остановились на 27-м отрывке. Значит, там нам сказал царь Салмон, что кушать много меда нехорошо. Но он имел в виду необычный мед. А тот, кто исследует почет праведников – это почет. Настоящий почет. Значит, мы остановились на том, что… Значит, мы остановились на том, что Раша комментирует, что кушать много меда нехорошо. Это имеется в виду учить кабалу. Тот, кто изучает кабалу, тайны Торы, то это как мед. Ему очень приятно. То есть он настолько чувствует удовольствие от того, что он соприкасается прямо со Всевышним. На самом таком близком соприкосновении он как бы заходит в… Знаете как? Вот есть те, кто любят рок-музыку, например, или концерты. Для них самый пик – это зайти за кулисы и попасть бы в гримерку к этим любимым артистам, певцам. Тот, кто учит кабалу, он как будто бы заходит туда, где делается это кино, где весь этот мир создается. Кабала, вся кабала, она вокруг двух вертится вещей. Маосебе решит – это прикоснуться своей мыслью, своим вниманием к моменту, когда Бог сотворял мир. То есть ты как бы познаешь вот этот момент возникновения мироздания. Это кабала Маосебе решит, как было в момент сотворения мира. И когда ты понимаешь, как Бог творил мир, у тебя появляется возможность тоже сотворять мироздание, как это делал, например, Авраам Авину, который дошел до этого уровня, да, про отец Авраам, он мог сотворить, например, он написал книгу «Яйцера». Это книга, в которой он объяснял, как вот это вот было сотворение мира, буквы, 22 буквы, как они там, имя Всевышнего там и так далее. И он мог сотворять реальность Авраама Авину. И, значит, а вторая вещь называется «Маосе-Миркава». «Маосе-Миркава» – это дословно «Миркава» – это как колесница. То есть Всевышний, он сотворил мироздание. Это «Маосе-Берешит», как было сотворение из ничего этого мироздания. И вторая часть – это «Маосе-Миркава» – это как он сейчас им управляет. То есть, представляете, сотворено невероятное мироздание. В это мироздание поставлен человек, который тоже может сотворять. То есть, Бог сказал, когда сотворял человека, «Маосе» – это Адам. Сделаем человека с тем сделаем? С человеком. То есть, он создал вот этого вот своего, как бы свое отражение в этом мире и дал ему возможность сотворять миры. Но только он сказал, нельзя менять добро со злом, иначе все разрушится. И вот в этом был главный грех первого человека, когда он съел от дерева познания добра и зла, и он начал тогда уже менять местами добро и зло. А так система не может существовать. Я сейчас, например, у меня есть возможность, у меня есть сайт, да, например, воикро.com есть сайт. Там есть админка. Админка – это как административная часть, куда обычный тот, кто видит этот сайт, он туда зайти не может. И я туда захожу, я могу там менять разные вещи, у меня сайт будет такой, такой, такой. Но мне сказали программисты, если ты зайдешь вот в эту вот, на эту, нажмешь эту кнопочку, все разрушится. Вот ты вот сюда могут лезть только программисты. Понятно? Я говорю, понятно. И мне каждый раз хочется нажать на эту кнопочку. Вот прямо мне, каждый раз я захожу в эту админку, и мне так хочется нажать на эту кнопочку, ну, думаю, ну как, это же, это, наверное, самая главная кнопочка. И вот точно так же Бог сказал Адам решенному первому человеку, сотворяй миры, делай, делай, создавай этот мир, ты творец, ты создатель, но не меняй добро и зло, иначе этот мир разрушится. В общем, и вот это люди натворили, то, что тот мир, который есть сейчас, этот мир, который уже сотворяют люди своими действиями, дальше Бог передал вот этот вот системный код, как бы, да, сделал народ программистов, это народ Израиля, он передал, он передал вот эти вот кода, он говорит, ладно, пусть будет народ священника, вот вы уже прямо должны быть спецназ, только же вы понимаете, что только надо служить Богу от и до, вообще не двигаться, понятно? Понятно, на Севенишма сделаем, потом разберемся, мы все преданные Богу, давай Тору нам, мы сейчас разберемся. И, значит, получил народ Израиля Тору, потом построил царь Шламов, как раз мы изучаем его мудрость, построил первый храм, первый храм это был усилитель божественного присутствия, тоже царь Шламов был мудрейший из людей, и тоже ему Бог сказал, там в Торе царю есть две заповеди, он ему сказал, нельзя умножать жен, нельзя умножать коней, понятно? Понятно, все понятно, все понятно, но я же самый мудрый из людей, царь Шламов сказал, и он говорит, я-то понял, что нельзя, но я же и знаю, почему нельзя, и я буду делать, но не согрешу бы, и в итоге все равно он согрешил, то есть это вот свойство человека, даже когда он знает, он все равно нарушает, поэтому сказал нам царь Шламов, который был в этом деле опытный, он сказал, кушать меда много, нехорошо, он говорит, если ты уже лезешь близко к Богу, так ты пойми, ты же залез уже в главный бункер, в место управления миром, и если ты там нарушишь, тогда все, капец, сразу, сразу, то есть последствия неминуемые моментально, сносят голову, то есть все вот, которые лезут в кабалу, вот кого я знаю, у меня, когда я начал учить Тору, в Ешиве был один парень, он врач, врач был такой, ну, такой нормальный, устойчивый, он такой был очень плотный, такой прям устойчивый человек, и он начал учить кабалу, вот он был максималист, и он хотел учить кабалу, И как его начало вообще просто разносить, он вначале перестал спать, он учил кабалу ночами, он вообще перестал спать, у него просто, он видно дошел до каких-то таких знаний, которые ему давали какую-то сверхэнергию, он просто вообще, там если, ну целый день он стоял стоя учился, он за год постиг то, что другие там постигают в открытой части Торы за там, я не знаю, лет за 10 и то не постигают. То есть совершенно, и через год, знаете, что с ним случилось? Через год он сильно заболел, то есть у него полностью разрушилось и тело, и голова, он там лежал, лечился, и психика у него разрушилась, и тело у него разрушилось, в общем потом он выздоровел, слава богу, несколько лет это занял процесс выздоровления, потому что вот он открытую часть Торы не читал, видно, и он этот отрывок в Мишле, он его не услышал. А царь Само нам четко сказал, и холь два шарбот лотов, чуть-чуть, там чуть-чуть узнать, вот как есть, например, в Хасидуте, в Хабаде. Хасидут это такая мягкая лайт форма в кабала, которая в нашем мире, вот прямо уже проверено, ее можно изучать. Это Хасидут, это как бы, это внутренняя часть Торы, но которая приготовлена по правильному рецепту, в правильной дозировке, да, как гомеопатия, скажем так. Хасидут это гомеопатия вот этого меда, которого много есть нехорошо. ВХКР кого-то, кого-то, но исследовать славу Всевышнего, проявление славы Всевышнего, это почет, это прекрасно. Когда мы читаем, например, всякие такие истории, я уже рассказывал про книгу «Невероятно», «Невероятно», да, это удивительная книга, вот она у меня есть, «Невероятно». Вот, если вы погуглите, это ее издал Рафцвип Атлас, «Невероятно», это история о том, как вера в Бога, как она спасла семью Валисто, чудеса и чудес, начиная от Испании, от Инквизиции. И его отец прошел все консладеря с 1939 года по 1945, и он прошел прямо именно чудом, чудом каждый день он молился, и Всевышний его просто выводил отовсюду. И значит, это исследовать славу Всевышнего, то есть слава Всевышнего, она проявляется в мире, знаем мы, как оно работает, или мы не знаем, вот эти все тайны Торы, неважно, Бог есть, слава его в мире проявляется, и можно и нужно простыми путями служить Всевышнему. Теперь двадцать восьмой отрывок, конец двадцать пятой главы, давайте сегодня пройдем этот отрывок, очень важный отрывок. Он как бы завершает всю эту психологию Торы, значит, написано так, Ир Пруца Эн Хома, значит, Ир Пруца Эн Хома, значит, Ир Пруца Эн Хома, город разрушен, когда нету стен, нету у него стены. Это как первая часть, да, вот представьте себе, город разрушенный, нету стены. Такой город, и стена разрушена, понятно, и город разрушенный внутри, потому что кто хочет, заходится, эти кочевники там рушат и так далее. Вторая часть отрывка, на что это похоже, это же притча, царь Соломон из знакомых нам картинок показывает глубинные вещи. Значит, как город разрушенный без стены, так же человек Ашер Эн Маацар Лерухо, так же и человек, у которого нет Маацар, который не владеющий, не может остановить свой дух. Что такое дух вообще, давайте разберемся. Значит, есть, у каждого человека есть некая структура, есть тело. Значит, книга «Невероятно», вот я говорю, это, значит, невероятно. Напишите «Сви Патлас», «Сви Патлас» он ее перевел и издал, а книга это про человека, которого зовут Йоси Валес. Йоси Валес – это история жизни Йоси Валеса, но найти эту книгу можно «Невероятно», «Сви Патлас». Раф Цви Патлас, он ее издал, и он ее мне как раз и подарил. И, значит, а я купил потом 50 книг, дарю своим друзьям, знакомым, ну, то есть, книга на меня произвела очень большое впечатление. Еще раз, давайте вернемся. Как устроен человек? У каждого человека есть тело. Тело человека – это такой биоробот, который работает вообще без понимания человека. То есть, может быть, человек, он вообще не знает ничего, ни про анатомию, ни про биологию. Ни про вообще устройство тела, вот вообще не знает. Вот ребенок, например, он же вообще ничего не знает про то, как работает его тело. Но тело работает. То есть, тело, оно запрограммированное. Тело запрограммированное. И в нем внутри есть программное обеспечение. То, что называется инстинкты. Есть инстинкты безусловные. То, что в него вшито, прямо вшито от рождения. Безусловные инстинкты. Есть инстинкты условные. То, что у него программируется по ходу дела. Какие-то виды пищи у него вызывают хорошие реакции. Какие-то виды пищи вызывают у него аллергию. Идет программирование тела. Дальше, например, какого-то ребенка в холодную воду окунают. У него пошел сигнал. У него там включилась система адаптации. У него там он морж такой становится. Другого ребенка родители там чуть-чуть растягивают. У него связочки укрепляются. Третьего ребенка, например, есть такие дети. Они с детства начинают качаться. У них прям идет программирование мышц. Они там уже к 10 годам в книгу рекордов Диннесса входят. По 5000 раз там отжимаются. То есть, тело это... Но ребенок сам не знает, как работает тело. Тело это механизм, который запрограммирован. И та душа, которая занимается программированием тела, это называется нефеш. Животная душа. Нефеш есть у котят, у китят, у зайчат. И у людей тоже есть животная душа. Нефеш это программный код, который управляет всеми этими инстинктами. И этот программный код, он как бы, опять же, концентрируется где? В мозге. То есть, вот тут в мозге у человека есть главный такой компьютер, в котором прошит весь этот код. Эндокринная система, иммунная система, иммунитет человека. Ну, все-все в этом программном коде. На языке торы это называется нефеш. Животная душа. Дальше. У человека есть нешама. То, что называется нешама, это божественная душа. Это луч, такой луч Всевышнего, часть Бога, грубо говоря, если можно так сказать. То это божественный луч, который входит в этот биоробот. Но этот луч, он совершенно другой природы. То есть, этот луч, если животная душа, это как, вот есть в компьютере железо. И есть внутри такая, как отдельный язык, прямо программирование, который управляет кнопочками, которые присоединены к железу. То есть, это как бы одна часть программного кода. Нефеш, животная душа. Ассамблер называется язык, который управляет кнопочками, да, железом. Теперь есть божественная душа. Божественная душа, это, как сказать, ну, часть Всевышнего, назовем это так. Значит, при аналогии с компьютером, божественная душа, это желание человека решить какую-то свою задачу. Вот у Бога есть, Бог вошел в человека вот этим вот божественным лучом творения, любовь, добро. То есть, то, что является отражениями Бога в этом мире, вот тоже входит в эту божественную душу. Теперь, есть у человека сехель, интеллект, это программное обеспечение. Это то, что программируют в человека люди. Знания о мире, опыт человека, знания. Вот кто-то знает Тору, кто-то не знает, кто-то верит, кто-то не верит, кто-то на одном языке разговаривает, кто-то на шести языках. Это все интеллект, сехель, программное обеспечение. Есть то, что это все соединяет, это называется на языке Торы руах, дух. Или, другими словами, намерение. Вот у каждого человека есть какое-то намерение, которое включает все. Это намерение включает тело, намерение включает интеллект, намерение включает душу, намерение включает все. Если человек, например, направляет намерение свое, вот этот вот дух, он говорит, я хочу, я вот, рацион, это та сила, рацион, желание, которая поворачивает вот этот вектор внимания, намерения, да? И вот у человека есть вот эта мышца желания, и эта мышца желания, она поворачивает вот этот вот руах человека, дух человека, его рацион. И, значит, а дальше вся система, тело, интеллект, все это двигается в том направлении, куда его направляет руах. Теперь у обычного человека, его вот это вот намерение, оно очень такое, как сказать, разболтанное, да? Почему? Потому что с детства ему все время говорят, делай то, делай это, делай то, делай это. То есть его намерением все время управляют внешние люди, родители там, общество и так далее. Они все время ему говорят, так, делай то, ты должен сделать это, ты должен сделать то. И он поворачивает свое намерение, а его в это время рацион, его желание, мышца, да? Она в это время хочет что-то другое. И она все время это намерение сбивает куда-то там, мама говорит, учись, а желание ребенка говорит, играй. И у него намерение все время вот так вот колеблется, учиться, играть, учиться, играть. Потом в наше время у человека есть интернет. И он, особенно если он пользуется там инстаграм, тикток, у него вот так вот, вот намерение вот так вот у него, он разболтанный такой, он весь вот такой вот мебульбаль, это называется наявлите. Он то сюда, он не может сосредоточиться. Люди раньше тренировали, есть такое упражнение, которое называется созерцание, медитация. Медитация, когда люди вниманием, направляли внимание на имена Всевышнего, и они прямо смотрели на это имя Всевышнего, и они сквозь это имя проваливались в духовную реальность. То есть, вот это вот управление вниманием, управление своим намерением, это взять под свой контроль самую мощную силу, которая есть в человеке. Вот это вот внимание и намерение. Для того, чтобы создать любой проект, нужно внимание направить на этот проект годы. Любая реализованная личность, чтобы реализовать любой талант, нужно 10 тысяч часов заниматься конкретной реализацией этого таланта, приобретением практических навыков по реализации этого таланта. То есть, управление вот этим своим духом, это является главным ключом к достижению успеха в Торе в любом деле. Есть известная история про Раби Ативу, когда он, Раби Атива был очень талантливый. И одна девушка, звали ее Рахель, она была дочка олигарха того времени. И она, Рахель, увидела в нем его талант. И она говорит, Атива, ты супер талантливый, ты просто величайшая душа нашего поколения, я хочу выйти за тебя замуж. Он говорит, с большой радостью, а он был неграмотный даже. Она говорит ему, но ты должен свой талант обточить Торой. То есть, ты должен знать вообще, что это этот мир. Идешь учить Тору? Он говорит, иду. Папа говорит, Рахель, за кого ты выходишь замуж? Это вообще невнятный какой-то крестьянин, пастух, там вообще непонятно кто. Она говорит, нет, папа, я вижу его глубокую душу, выхожу за него замуж, все. Папа говорит, тогда посмотрим, как вы справитесь. И выгоняет ее из дома. Выгоняет из дома, они живут в сарае. Раби Атива идет учить Тору. Приходит ей и говорит, Рахель, не могу, не идет, вообще ничего не понимаю. Не понимаю ни Тору, не понимаю ни зачем, все. Иду дальше. А у них родился ребенок уже. Ребенок, они живут в сарае. А он пастух, у него одна профессия пастуха, овец пасти. Теперь получается все, трагедия. Он идет, пасет этих овец, значит, и тут он видит, остановился, видит, вода капает на камень. И он такой, его осенила мысль. Он говорит, смотри, если вода, которая капает на камень, может сделать дырку в камне, вот она капает на камень в одно место и делает дырку в камне. Так неужели Тора, которая огонь, вода, это интеллект Бога, она не пробьет мне в голове вот эту дырку, чтобы я понял Тору, и я понял, что свет Тора вошел в меня? Он говорит, конечно, вот в этом, в этом прикол. Бить в одно место. Вода капает на камень, делает дырку в камне. И он сел со своим сыном, сыном было три года, и он начал учить, начал учить Тору с Азов. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй, Вав, Зайн. И он начал, начал он учить вот так вот прямо с букв. Потом он, буквально он посидел с сыном несколько месяцев, и он не отвлекаясь, учил слой за слоем, не пропуская ни одного терпичика. И дальше он вот с этой своей сосредоточенностью, он учил Тору, и он потом сразу у него за год, он поднялся на очень большую высоту. И он говорит, Рахеле, я должен тогда идти учить Тору к самым лучшим учителям. И он ушел на 12 лет. На 12 лет он ушел, а она его ждала. 12 лет он был в Ешиве, приходит он через 12 лет домой, и он подходит к дому, и слышит он разговор. Рахель разговаривает с соседкой, и соседка говорит, ну что, где твой, где твой муж? Та говорит, он учит Тору, он учит Тору. И это самое важное, это то, зачем человек в этот мир пришел. Соседка говорит, да, вообще он тебя бросил, все. Рахель говорит, я знаю точно, он учит Тору. И даже если он еще на 12 лет уйдет и не придет, я тоже, говорит, буду счастлива, потому что он занимается самым важным делом в жизни. И он это услышал. И вот эта интересная деталь, которую я только сейчас обратил на нее внимание. Он не зашел домой, он не зашел домой. Он вернулся обратно в Ешиву еще на 12 лет. И через 24 года, беспрерывного, именно беспрерывного изучения Торы, не отвлекаясь, он стал самым выдающимся мудрецом в народе Израиля за всю историю. Почему? Говорят, когда его спросили, почему он не зашел домой, он сказал, 12 плюс 12 не равно 24. 24 подряд это намного больше, чем 12 плюс 12. И потом, когда он вернулся с тысячами учеников, он сказал, что вся моя Тора и вся ваша Тора принадлежит ей. Вот это благодаря ей, Рахеле, когда она ушла его встречать. Теперь, значит, вернемся к тому, что в 28 отрывке 25 главы сказал нам царь Шламо. Как город разрушенный без стены, так же человек, который не владеет своим намерением, который не может управлять своим вниманием, чьим вниманием управляет внешний мир, другие люди, его желания, сиюминутные желания, хотелки и другие разные случайные звуки, которые раздаются. Человек, который не управляет своим намерением, своим духом, он как разрушенный город. Он состоит из множества пазлов, которые в него кидает мир. Он полностью расплющен множеством сигналов из внешнего мира, большинству из которых до него нет никакого дела. Но человек отдает себя, свое внимание, свой мозг, свою жизнь на просто в никуда собраться, сфокусироваться и двигаться куда? По направлению к Богу. Это единственное направление, правильно, которое есть. Я всем желаю хорошего дня, сфокусированости, властвовать над своим намерением, над своим духом, направить свой дух на изучение Торы и использовать Тору как систему взаимодействия с внешним миром. Самый беспрогрешный вариант прожить счастливую жизнь. И, возможно, сейчас меня слушает кто-то, кто будет следующим Раби Ативой. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Продолжение следует...